всем привет меня зовут молчанов павел это fatar.ru и сегодня у нас на обзоре новый компактный но достаточно производительный ноут от компании мсi это престиж 14 и его погнали но достаточно компактный 14 дюймов ну в целом как и должно быть весит чуточку совсем 17 килограмма по сравнению с прошлой модельку он переработан в целом мне кажется это но для тех кто работает в дороге либо часто его с собой перемещает одного места работы на другое поэтому отсюда компактность легкий вес ну и в целом начинка позволит здесь я думаю что многое и мы это проверим давайте расскажу о внешних особенностях этого ноутбука моделька это по сравнению с предыдущей переработана есть некоторые дизайнерские элементы которых раньше не было ноутбук выглядит в целом премиально внизу у нас находится радиаторная решетка с кучей вентиляторов прорезиненные подставочки впереди сзади и сбоку для того чтобы не царапать корпус на мой взгляд это тоже очень удобно особенно то что есть еще посерединке не дает ноутбуку как-то прогнуться если на него вдруг пойдет какое-то давление экран открывается одной рукой на мой взгляд это тоже очень круто удобно не нужно использовать 2 крышечка металлическая выглядит классно но в целом вообще компании мы сайт претензии по стилю так скажем да никогда не было все очень лаконично стильно эргономично клавиатура с подсветкой белого цвета отдельно есть еще сканер отпечатков пальцев он находится на кнопочке включения также есть шторка которая закрывает веб-камеру для тех кто боится слежки от прям маст хэв тачпад достаточно большой поддерживает мультитач ну как наверное все современные модельки ноутбуки от компании мы сами мы тестируем достаточно давно у нас очень много разных было моделей и каждый раз компания чем-то удивляет происходит постоянное развитие этот ноут не стал исключением несмотря на свою компактность здесь достаточно классная мощная начинка здесь установлен мощный процессор 14 поколения от intel в нашем случае это а и 7 16 ядерный который имеет максимальную производительность 48 гигагерц и просто какие-то космические честно говоря цифры также здесь есть отдельное нейронное ядро которое отвечает за работу с нейросетями на борту у нас 16 оперативки 512 ссд и еще один классный момент что здесь два разъема м2 то есть вы можете дополнительно установить сюда еще один жесткий диск если вам нужно работать с большим количеством материала к сожалению ноут не может похвастаться какой-то мощные видеокарты здесь встроенный intel арси но я думаю что для повседневных задач для работы с фото и каким-то легким видео этого вполне достаточно беспроводное подключение здесь также достаточно современные это вайфай 7 bluetooth 5 и 4 соответственно работать с любыми девайсами и даже самыми современными модемами будет удобно быстро и никаких проблем не возникнет давайте расскажу более подробно об интерфейсах здесь у нас тайп с шки две штуки с поддержкой thunderbolt с поддержкой power delivery это быстрые классные порты с другой стороны полноразмерный hdmi rj 45 для подключения к сети там без вайфай и прочим устройством мультиджек для микрофона для наушников и избежка стандартная а 32 поколения тоже достаточно быстро в целом комплект подключений достаточно широкий если вдруг вам нужно подключать сюда картридер или что-либо подобное рекомендую сразу брать это в исполнении тайп си потому что thunderbolt будет побыстрее чем юсб здесь установлена батарея на 90 миллиампер часов достаточно много и по нашим тестам это чуть больше 10 часов непрерывного просмотра видео на youtube а как это батареечка себя поведет в наших съемочных тестах скоро узнаем в комплекте идет 100 ватная зарядка но поскольку оба порта поддерживает power delivery вы можете абсолютно спокойно подключить в один из портов какой-то девайс тот же картридер и ко второму порту подключить power bank и работает спокойно где угодно без доступа к розеткам на мой взгляд это очень удобно кстати эти порты еще оба поддерживает дисплей порт поэтому ну это тоже на самом деле удобно лучше чем когда на панельке установлено условно там три или четыре тайп си из которых один дисплей порт 2 power delivery 3 там еще какой-то здесь все совмещено и не надо гадать при подключении экран не может похвастаться какой-то гигантской яркостью но в целом при вот такой какой-то пасмурный светлый в любом случае погоде работать на улице с ним достаточно комфортно то есть понятно серфинг в интернете там просмотр киношек но в целом даже какие-то темные картинки отчетливо видны детали все контрасты цвет ну на самом деле вопросов никаких нет экран здесь 14 дюймовый матовый что на самом деле очень важно потому что при разных условиях работы в разных условиях освещения глянцевый экран неудобно и потому что что-то где-то там отражается и так далее на мой взгляд матовый гораздо приятней разрешение здесь full hd 1920 на 1200 разрешение нестандартное потому что соотношение сторон здесь не 16 9 а 16 10 а если вдруг вам нужно использовать большее разрешение то через hdmi этот ноутбук поддерживает вплоть до 8к 60 кадров в секунду вывод на самом деле это тоже очень круто несмотря на то что мы имеем дело со встроенной видеокартой этот ноутбук способен выдавать герцовку вплоть до 144 для такого экрана мне кажется это очень здорово можно и поиграть кайфово то есть не будет никаких лагов прям действительно здорово если вы хотите поэкономить батарейку либо вы работаете не с какими-то супер динамичными сценами то лучше эту герцовку опустить до 60 ну либо установить динамическую через меню это тоже достаточно легко об основных характеристиках я вам все рассказал но мы продолжаем наш обзор двигаемся дальше посмотрим как он себя покажет в ежедневных задачах фотографа сегодня мы будем прям очень большую нагрузку давать этому ноуту снимаем и сегодня на gfx среднеформатный с разрешением 108 мегапикселей это гигантские равы поэтому интересно как все это будет с какой скоростью это будет подгружаться но в целом я думаю проблем никаких не будет для крепления кабеля teaser tool используем площадочку teaser tool каждом видео об этом рассказываю но на самом деле я и в обычных своих съемках всегда использую эти кабели потому что это наверное самое надежное и быстро из того что есть разъемы тайп си расположены с одной стороны причем они оба одинаковые по скорости это последний thunderbolt так что фоточки будут залетать очень быстро несмотря на компактный размер ноута touchpad здесь достаточно большой и важно что куда бы вы ни нажали в какой части touchpad а воспринимается с нажатием то есть не нужно привыкать вот только к левому или правому углу очень радует батарея этого ноутбука мы снимаем уже час двадцать за это время аккумулятор разрядился и за часто 76 процентов с учетом того что экран работает на максимальной яркости режим максимальной производительности включен также от ноутбука питается камера которая жрет очень много на самом-то деле энергии и сюда постоянно залетают фотки то есть батарейка класс относительно экрана также хочу отметить что он нельзя сказать что он топового уровня но если сравнивать с экраном камеры картинка прям очень очень похожа и цвета плавные натуральные не вижу чтобы тени либо блики окрашивались какой-то дополнительный оттенок то есть мне кажется что его вполне легко можно использовать как для съемки где-то в поле так и для обработки батарея ноута просто удивляет мы проснимали больше трех часов до почти четыре часа даже там ну без 10 наверное 4 полностью заряжен аккумулятор в камере все все это время мы снимали экран на максимальной яркости последние полтора часа подключен еще отдельный экран 2 который питается от айпси от ноута и до сих пор 38 процентов с учетом того что здесь еще выставлена максимальная производительность просто что-то потрясающее к самому экрана у меня тоже вопросов нет понятно что он не супер яркий это непрофессиональный экран для цветокоррекции для какой-то тонкой работы с яркостью и цветом но в целом для съемки его более чем хватает ну и понятно для повседневной жизни также цвета достаточно насыщенный контраста хватает . черного ну на вполне такому местном уровне находится то есть этот черный не стопроцентный но воспринимается он абсолютно естественно и натурально с этим ноутбуком мы провели несколько съемок и на самом-то деле кроме стандартных таких пользовательских моментов с которыми я сталкиваюсь как и любой другой фотограф на съемках также здесь есть несколько интересных функций которые на мой взгляд для сегодняшний день очень важны еще раз хочется отметить что здесь есть отдельное ядро о работе с искусственным интеллектом и с программами которые его используют это помогает быстрее взаимодействовать с этими программами и соответственно ускорять рабочие процессы отдельно хочется отметить утилиту и мысай центр которая также используют в своей схеме работе искусственный интеллект и в зависимости от той нагрузки которой вы подвигаете ноутбук она либо увеличивает производительность либо ее снижает соответственно если вы смотрите киношку какой-нибудь на невысокой яркости да там отдыхаете то процессор и видеокарта они не будут использовать свою максимальную мощность до соответственно при таком сценарии работы про есть аккумулятор будет работать дольше если же вы занимаетесь какой-то обработкой либо играете либо что-то рендерите либо делаете экспорт картинок то здесь уже вне зависимости от того подключены вы к питанию либо работаете от батареи искусственный интеллект поймет что ресурсов нужно больше и выдаст вам максимум еще раз хочу отдельно похвалить батарею потому что мы несколько съемок провели и ноутбук заряжал камеру среднеформатную ноутбук давал еще заряд на дополнительные 15-дюймовый внешний экран и порядка четырех с половиной или пяти часов он проработал и там еще осталась куча заряда на самом-то деле вообще для windows ноутбуков это удивительно то есть если не брать в учет подобные не самые простые не самые энерго слабые да так скажем так сценарии работы то мне кажется с каким-нибудь там экселем серфингом в интернете либо работой в облаке он может справиться но гораздо больше десяти часов не обошлось и без нюансов через утилиту msi center если вы снимаете от батареи в ноутбук то лучше выставить экстремальную производительность мы эту тонкость заметили в том что когда стоит режим использующий и и то ноутбук понимает если его там три минутки не трогали да не перемещали картинки не переходили между ними не трогали тачпад то он делает экран темнее и где-то минутки через три уходит в сон картинки он по-прежнему загружает программу но визировать их уже не получается поэтому вот в режиме экстремальной производительности этот нюанс уходит мне кажется что по мощности и по расходу заряда батареи равноценные абсолютно режимы но вот эта маленькая тонкость с экраном конечно есть отдельное внимание компании мысай уделяет конфиденциальности и здесь есть новое приложение тоби experience которая позволяет вам настроить параметры конфиденциальности под себя и расчет идет на то что когда вы работаете за ноутбуком может быть информация которая не должна быть известна другим людям и ноутбук автоматически при правильной настройке определяет ваше лицо и как только вы отворачиваетесь либо даже ну либо даже выходите из кадра то автоматически заблюривается экран информация на нем перестает быть видны также есть еще один очень интересный инструмент если ноутбук обнаруживает еще чьи-то глаза в кадре за вами то он также заблюривает экран либо выдает вам сообщение о том что возможно за вами наблюдают в этом ноутбуке установлена hd камера которая имеет физическую шторку которую вы закрываете и точно за вами никто подглядывать не будет также есть интересные функции опять же программные связанные с искусственным интеллектом и с конфиденциальностью и безопасностью когда вы выходите из кадра то веб-камера перестает работать вместо вас располагается определенная картинка которую вы заранее установили также камера умеет следить за главным героем то есть при перемещении будет смещаться окошко на мой взгляд это тоже очень удобно особенно при проведении видеоконференций еще интересная функция уже касается аудио искусственный интеллект делает акцент на ваш голос и подавляют шумы которые вас окружают что также очень удобно всевозможные защиты конфиденциальности безопасности работы с железом через искусственный интеллект управление батареи так далее это все классно здорово что это присутствует но наша работа это снимать фото и видео и давайте сейчас посмотрим как этот ноут справиться с экспортом картинок отдельно хочется отметить что при перемещении между кадрами а кадры достаточно тяжелые порядка 200 мегабайт весит один снимок происходит мгновенно превьюшка подгружается также очень быстро задержки какой-то которая мешает работать нет верно при перемещении между кадрами ну может быть полсекунды а то и меньше занимает у ноута времени чтобы отобразить превью отдельно хочу сказать про цвет цвета натуральные не могу сказать что есть какой-то куда-то сдвиг кстати матрица здесь полным охватом srgb что целом очень приятно единственное что может смутить профессионального фотографа либо видеографа то что яркость хочется сделать чуть чуть побольше но в любом случае к этому привыкаешь и какого-то дискомфорта не испытываешь при длительной работе с экраном глаза не устают отдельных каких-то пикселей до этого ничего нет то есть экран в целом достаточно неплохой сейчас делаем экспорт 50 равов из 200 мегабайтных равов в общем бег посмотрим сколько займет времени оператор от меня находится справа и когда он попадает немножко в кадр вебка определяет его глаза и тушит экран круто можно так клиентам ничего не показывать и еще один интересный момент кроме того что показывается что за вами наблюдает еще показывает с какой стороны слежки нет итак экспорт 50 равов 100 мегапиксельных 200 метров весит каждый занял семь с половиной минут и это у нас в режиме экстремальной производительности при работе от аккумулятора если бы мы выставили сбалансированный режим время бы чуть увеличилась но и время автономной работы также давайте посмотрим как работает искусственный интеллект в программе captcha one pro тем более с дополнительным еще ядром от непосредственно самого ноута маска для создания объекта все равно в большой тяжелой картинке заняла порядка наверное 10 секунд после этого да то есть перемещая кистью по разным объектам там по одежде по волосам по лицу модели в целом без проблем captcha определяет объекты эти делает масочку быстрой на мой взгляд это очень удобно ну и не забывайте что эту маску всегда можно ну до работы через shift плюсик до добавить либо через option или alt убрать какие-то определенные объекты на мой взгляд это очень удобно может быть не самым правильным моментом является то что мы ноутбуку действительно создали такие очень сложные условия для теста очень тяжелые файлы но как есть в целом мне кажется в стандартных разрешениях то есть что это у нас где-то наверное от 20 до 30 мегапикселей ну раза наверное в 2 в 3 это все будет работать быстрее но классно что вообще все работает и работает четко и так давайте сейчас откроем картинку photoshop и посмотрим во первых сколько потребуется шопу для того чтобы включиться и проработать файл реально с гигантским просто разрешением 100 мегапикселей 108 если быть точным получилось что для того чтобы открыть файл в шопе который ни разу еще не открывался потребовалось 20 секунд достаточно много но и не стоит снимать со счетов то что действительно очень большое разрешение у картинки конечно этот ноут не предназначен для работы со среднеформатными равами для просмотра для съемки для обработки скорее нет если мы говорим о каких-то стандартных или любительских разрешениях в диапазоне 20 до 30 мегапикселей здесь уже проблем будет меньше скорость будет гораздо выше и в целом работать будет гораздо комфортнее то есть целом его можно будет даже использовать как полноценную машинку для работы что касается работы в фотошопе сегодня мы использовали плагины retouch for me 3 типа это hill dodge burn и portrait volumis который тоже по заявлениям производителя работает на искусственном интеллекте в целом с большой картинкой они справлялись достаточно тяжело наверное больше полутора минут уходило на то чтобы применить максимальному разрешение все эти эффекты они работали то есть нормально все отрабатывалось не было каких-то косяков краше и photoshop не вылетал как бы к этому проблемы вопросов никаких нет с разрешением порядка в 30 мегапикселей работает уже комфортнее быстрее гораздо все это происходит здесь наверное на все три плагина ушло где 30 секунд 45 опять же другая картинка с более сложным фоном здесь тоже все определилось все легло так как нужно относительной навигации непосредственно в самом фотошопе как в как при работе с масштабированием перемещением по картинке никаких лагов нет то есть целом даже такое большое разрешение прорабатывается работать с этим вполне себе комфортно но все равно может быть рассматривать подобную систему как полноценную систему для обработки фотографий наверное прометчиво если в целом говорить о технических характеристиках этого ноута о его разъемах экране и так далее при работе у меня не возникло вообще никаких к нему вопросов все работает быстро опять же в тех условиях которых работали мы плюс достаточно сложных да это действительно тяжелые равы которые залетали туда достаточно часто до в больших так скажем объемах по обработке тоже в целом все это все железо вытягивает отдельная вообще батарейка просто пушка если вас интересуют более подробные технические характеристики то обязательно переходите по ссылке в описании там будет текстовый обзор со всеми замерами измерениями и так далее заключение хочу сказать что ноутбук оставил меня положительные впечатления это действительно очень компактный но весьма производительный ноут на windows кстати которая поставляется в комплекте здесь windows 11 полноценный все без каких-либо проблем качество экрана отличная полкну полностью охват srgb это то что надо в целом для работы фотографов видеографов ждать каких-то супер серьезных от него показателей в контексте профессиональной обработки фото или видео я бы не стал но для каких-то бытовых нужд для какой-то быстрые потоковые ретуши его вполне себе хватит батарейка просто космос на самом деле держит отлично причем очень сложных сценариях это прям здорово отдельно также необходимо упомянуть о том что у этого ноута есть полноценная гарантия в россии это ну то чего нам сейчас всем не хватает действительно гарантийные всякие обязательства сейчас вызывают у многих компаний сложности здесь все прекрасно сервис гарантия все работает спасибо вам что досмотрели видос до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях всем пока